со мной никто не поехал кататься я решил съездить в лес фонарики поснимать как светят фонарики будет расстояние у нас примерно метров шесть-семь от точки съемки тестируем сейчас фонарики в основном китайский самое первое это будет моя велофара расстояние до объекта 6 метров вот так вот она светит на самом слабом режиме моя велофара стоит она 5 баксов это средний режим самый сильный режим в самом сильном режиме конечно светит на очень хорошо мне кажется нормальное расстояние чтобы оценить уровень свечения камера на высоте на уровне головы человека и фонарик если ехать на велике светить вперед примерно так будет светить хорошая моя велофара 5 баксов сразу сейчас тогда для сравнения вот это фонарик bosch worldwide стоит он где-то примерно 30-35 вот здесь вот так то есть он очень сильно рассеивает только для работы перед собой для сравнения фонарик лендер это современный фонарик немецкий стоит он тоже примерно около 30-35 так он бьет, берет, далеко, то и все есть хорошо деревья там до деревьев метра 30 ближний свет, вот эти засветки боковые как-то не очень яркий свет желтый то есть это где-то 30 долларов этот лэзер L7 на свежих-свежих-свежих батареях стоит так, вот этот фонарик стоит рублей 100, то есть доллара 3 наверно он от мизинчиков питается есть два варианта первый вариант светит вперед и второй вариант светит вот отсюда опять же очень сильная ближняя засветка на 6 метров он не пробивает вообще никак ну такой он стоит, соответственно, на копейки но батарейки жрет фонарик следующий стоит, о, синевуд какую стоит он тоже рублей, наверное, 100-150 но у него в комплекте нету кольца переходного от аккумулятора это кольцо стоит еще рублей 50 я кольцо заказал оно приехало это средний режим здрава здесь тут, конечно, вообще достойно очень большой крючок он еще регулируется в принципе, можно как-то вот так вот настроить но в синеву если ходить просто гулять по месту вот офигенный фонарик тут переходное кольцо так, вот этот фонарик стоит поминсарная дорога китайский стоит он слушайте, у нас лепет он нормально стоит он где-то 2 наверное 6-7 ну, меньше 10 короче здесь тут пипец желтый ну, вот эта боковая засветка, конечно, не очень приятная а, это щелчок фонарируется хе-хе-хе-хе звездочки, да? в принципе, светит на херену если вы на электрике кататься да, прям вообще свет желтый и засветка во все стороны шикарная фон под окомок под батарейки и у него даже есть гнездок под зарядку еще не сказать ничего если б не было боковой засветки взглянуть фонарик 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 яд, она ярко средне и вот эта фонарик мне фонарик очень дешевый Доллар 4-5, то же самое, нет пословей наверно, но наверное пословее все таки, сейчас он тоже желтый, этот ярче, этот слабее, этот слабее, этот яркий, вот и он, наверное, тоже есть, а-па, и яркий свет, несколько режимов, что ли, о, не слушайся, на этом режиме он светит нахерить, да, один, второй, один, не хватает, да в нем вообще не хватает, на этом режиме он светит нахренел, и не подключил, дальше, переборяется, все нахренел, дальше, слабее, совсем слабый, с дроба, уже карьер тут, блин, а, вот большой, надо же его сразу на большой включать, ну, еще такая страба есть, ну, в общем, короче, вот если в этом режиме, пожалуй, самый офигенный, по мощности, да, если его еще подрегулировать, да, у него башка не держится, если бы скотчем надо заклеивать, чтобы в каком-то таком режиме ехать, ну, на велике, блин, если вот так вот ехать светить, вот так вот, это как, последний фонарик, это моя самая-самая старая лобофора, в которой я катаюсь уже очень много лет, слабый режим, а, нет, это был сильный, слабый с дроба, сильный, вот, я на таком катался, куда бы снасти фонаремер, что-то не особо, вот, слабый, на сильном, вот, по-сильному, конечно, сильному, прям шикарен, сильно, и нам батарейку живем, 40 минут на четвертый стимулятор, еще, да, классно, сейчас попробуем движение, решил я поснимать, сейчас я найду режим самый яркий, вот, фонарик в самом ярком режиме, как он снимает, если вот идти по лесу, типа я иду по лесу, или еду, так он снимает сборки, типа на ту, так вот, вдаль не видно ничего, только вблизи, медленно ехать, быстро ехать получится, фонарик яркий, мощный, но вручной, не подойдет, в качестве его фарки, вот обычно я езжу вот так вот, с таким уровнем света, по городу, правда, по лесу я езжу на максимуме, ну да, эта фара как бы все-таки вдаль, вдаль она лупит, вот эта дешевенькая велофара, которая питается от пауэрбанка, 5 вольтровая, в принципе, да, намного она интереснее, но она не очень сильная, она намного интереснее светит вперед, едем, едем, в принципе, нам видно, что впереди будет, вернулись, опять едем, мы видим, и впереди, и вдаль, и вблизи, что вдалеке проходит, что вблизи, все-таки велофара лучше, чем фонарик, подходит для велосипеда, смотрим дешевую китайскую велофару, стоит она, наверное, рублей 600 без акумов, и где-то тысячу-полторы с акумами, смотрят какими, вот это слабый режим, в принципе, в принципе, ехать можно, но хреново, так, а вот это сильный режим, на этом режиме, конечно, она лупит, дай бог, мы едем, 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 мы все перед собой видим, все вдалеке, очень яркая, вот такой велофара, я по 300 человек по лесу водил, когда фонариков у них не было, то есть светит она вообще, а вот он ужрет, едем обратно, но все равно, засветка у нее, конечно, такая специфическая пятно, слишком сильная, края, такие тоже полосатые, ребята, слегка, короче, все фуфло, все вот эти велофары, все, что до 30 баксов, что велофары, что фонари, все фуфло. Субтитры сделал DimaTorzok